В России могла бы повториться вот такая история, в смысле избрания не какого-то человека из элиты, человека околовластного, а человека именно из шоу-бизнеса? Ну, мне бы очень хотелось надеяться, что этого не будет никогда, но просто у меня очень плохое отношение к шоу-бизнесу, как к сфере человеческой деятельности, жизни и так далее. У меня шоу-бизнес вызывает отвращение просто сам по себе. Поэтому мне бы очень не хотелось видеться в моей стране человека из шоу-бизнеса, хотя они тоже бывают разные, я понимаю, что они разные. Это мои предрассудки скорее. Но, вы знаете, я не уверен насчет шоу-бизнеса, я не уверен, но то, что на первых же свободных выборах в России может победить кто угодно, просто кто угодно, это точно. И вот мы же это видели уже сейчас, голосование примерно такое же, как было сейчас в Украине, в четырех регионах, где опустили мордых в грязь Единую Россию, когда люди голосовали за каких-то, ну, абсолютно вообще каких-то персонажей, явно случайных, явно не способных быть губернаторами и не рассчитывающих быть губернаторами, да, вот, там фуркат какой-то есть, там фигура такая замечательная, ну и другие, да, вот, то есть голосуют за кого угодно, вот, ты этого самого козла поставь, вот, какого-нибудь, да, очки на него надень, скажи, что у него просто выражение лица такое, и за него проголосуют, лишь бы не за этих, понимаете, во, все, достали, что угодно только не эти. И то же самое было сейчас в Украине. Да, кстати, вы своей, как бы, позиции по отношению к шоу-бизнесу давно выражали, и именно этим руководствовались, когда выражали свою позицию по отношению к Синию Собчаку. Нет, не только этим. Ну, одно из, один, одним из пунктов. Ну, она у меня, понимаете, в чем дело? Человек из шоу-бизнеса в силу моих представлений, скажем так, моих предрассудков, мои ограниченности, там, неважно чего, да, он у меня вызовет настороженность, и мне понадобится больше времени, больше усилий, чтобы ему поверить и понять, что он, да, достойный человек, хотя он из шоу-бизнеса, да, вот, ну, для меня это хотя, да, чем если это человек из науки, из индустрии, там, из бизнеса, там, и так далее, да, вот, но мое неприятие Ксении Анатолиевым Собчак было связано, нет, не с тем, что она из шоу-бизнеса, с ее реальными высказываниями, действиями, биографией, отношением к биографии собственной, там, ну, и так далее. Ну, вообще, я бы хотел видеть президентом страны, человека, у которого есть, ну, много разных качеств, но в том числе, конечно, есть какой-то опыт управленческой деятельности. Это очень важно, потому что, понимаете, вот, ну, смотрите, я могу на своем примере сказать, да, я был доцентом Московского университета, да, у меня не было подчиненных, я ничего, так сказать, не организовал, ничем не управлял, да, вот, а потом так случилось, ну, когда я был там советником главы правительства Егора Гайдара, у меня тоже, так сказать, я тоже был один, как бы, вот, сам по себе, вот, непосредственно ему что-то там докладывал, вот, а потом так случилось, что я стал членом правления РАОС России, у нас был миллион работников, миллион, даже больше миллиона, да, я был одним из 15 членов правления, то есть вот тут у меня уже появились управленческие функции, менеджерские там и так далее, да, вот, с чем-то я справлялся, с чем-то не справлялся, но я про другое хочу сказать, я, проработав на этой позиции, ну, по-видимому, все-таки я ее не провалил, потому что меня бы уволили, если бы провалил, да, если бы провалил, меня бы просто уволили, вот, но я понял, что такое управление, я понял, что такое, когда у тебя есть подчиненные, их много, да, я понял, что такое, когда у тебя проекты в разных местах, и вот здесь горит одно, а здесь горит другое, понимаете? Человек должен это понимать, потому что президент страны – это то же самое, только в тысячу раз больше, понимаете? Вот человек, который никогда никем не управлял, а просто вот говорил, так сказать, это плохо, да, или если он управлял каким-то очень, ну, относительно маленьким бизнесом, да, мне кажется, что у человека должен быть опыт реальной жизни какой-то, вот реальной, да? Мне сказал один, когда-то много лет назад депутат от «Единой России», будете смеяться, да, вот, он мне сказал, что, там, говоря про кого-то, он сказал, слушай, ну, что же они за люди? Они же сортир дачный даже не построили никогда в жизни, он был строителем, да, ну, по бэкграунду строителем. Вот это вот очень важно, у человека должен быть опыт реальной жизни, строительства, управления, науки, я не знаю чего, но вот такой вот, ну, созидательный опыт, вот он должен быть. В нашей стране у нас президентская республика, и даже если убрать вот эти вот искажения власти, которые благодаря, там, Путину, его команде произошли и так далее, президент все равно должен принимать много решений, вот, и поэтому он должен, он должен быть компетентным, да? Если это чисто церемониальная функция президента, как в некоторых парламентских республиках, тогда к нему другие требования, к нему такая человеческая требования, он должен быть моральным авторитетом, он должен быть порядочным человеком, там, и так далее, да? И вот все это должны знать, его слово должно быть важным. Ну, или как, или если это конституционная монархия, вот позиция короля, да, монарха, вот позиция Елизаветы II, вот, вот она вот такой моральный авторитет, вот она больше ни во что не лезет, там, она ведется очень осторожной и прочее, да? Вот, но у нас другой президент, у нас президент не монархи, ну, по конституции, и не церемониальная фигура, чтобы только ордена раздавать и объяснять, что он считает плохим, а что он считает хорошим, да, быть символом нации. Нет, он у нас менеджер, на самом деле, поэтому как-то мне кажется, что вот такой, допустим, шоу-бизнес, это не очень адекватный бэкграунд, хотя все может быть, все может быть, но просто президент должен, так сказать, ну, доказывать чего-то, и вот мое, там, возвращаясь в негативное отношение к себе Анатолию Собчак, было связано не с тем, что она еще у бизнеса, а с тем, что она делала, говорила и так далее. С точки зрения опыта, действующий президент был опытный, он был в команде Анатолия Собчака и был аффективным, управленцем. Он очень опытный человек, да, он, безусловно, очень опытный человек, он опытный человек, он умный человек, вот, он очень умный человек, по крайней мере, таковым был когда-то, я не знаю, насколько происходит инволюция в последние годы, мне просто трудно судить, поскольку у меня нет возможности с ним, так сказать, общаться, посмотреть на него сблизи, что-то по телевизору вижу, естественно, вот, пока еще не запретили смотреть телевизор, наверное, до этого дойдет, когда плохие люди должны, когда он появляется на экране, опускать глаза, потому что и взор нечист, вот, но мне пока не запретили на него смотреть, я иногда смотрю, нечасто, вот. Так что, нет, я не знаю, но он действительно очень опытный человек и умный человек, безусловно, это надо понимать, да. Другое дело, что он, ну, по каким-то другим параметрам, как мне кажется, он совершенно не подходит к исполнению этих высоких обязанностей, вот. Ну, да, он опытный, ну, понимаете, надо, чтобы все было, и это, и это, и это, ну, что поделать, у человека должна быть и рука, и нога, и печень, вот. Какие, как вы, 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 как вы Субтитры создавал DimaTorzok